всем привет это у меня такие помощники убирают слизни червяков жуков храбаков я вам сейчас расскажу о айве потому что не каждый может вырастить тот же лимон на подоконнике а вот это вот есть айва хеннамелис вот они все висят ведро не будет конечно я от него но я постараюсь немножко вам рассказать потому что яблоки в этом году маловато вот такие вот сорта у меня есть яблоки это голден или 6 я не знаю какие груш а вот это уже айва грушевидная айва видно вот она какая по стране даже с айвой хеннамелис не знаю она пушистая вот такая вот с него как с персика вот пух какой-то отлетает но не буду трогать лучше так хранится груши есть это ноябрьская еще не срывал она еще может повисеть это у меня такой сорта есть так и сейчас что начнем да даже вот такая вот мелочь я убираю почему потому что курям пойдет варить можно будет кашу на печке и бросать туда полезно хоть какой-то навар будет так и убираем наши фрукты сейчас будем собирать айва завалился вот так вот надо было сделать айву надо убрать до мороза иначе она как яблоки подмерзает я кладу ее прямо в емкость чтобы было будет лежать вот такая мелкая она уже никому не нужна поэтому на корм птицы вот видите вот такие вот мелочи я буду собирать это покрупнее чай бесподобные варенье сайвы тоже бесподобно хотя тут и много косточек но косточки полезны так одной рукой я снимаю одной рукой обрываю жарю ведро не будет помощники песни поют деду я встану каждым ходом она будет давать больше 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 можно было бы оборвать и оставить несколько десяток воду они были покрупнее но банки с вареньем они не играют роли это с одного кустика столько получается так вот еще как то так а вот еще забыл так что витамина в нем как и в лимоне в айве одинаково ну урожай с одного куста конечно прикольно иметь это грушевидно мне есть еще яблочная ва чуть вытянутая прикольно иметь такие растения это уже пошел второй кустик он размножается легко вот это я поставлял веточки прикопать их и на следующий год уже будет кустик конечно надо замульчировать поливать надо любит влагу для плодоношения должен быть свет спасибо что зашли посмотрели пока до новых встреч